Несколько месяцев назад вы сказали, сенсационная новость тогда была озвучена вами, что у Патришева-старшего тоже есть смертельное заболевание. Ну, это не секрет. Нет, оно не смертельное. Давайте уточним. У него рак, находящийся в состоянии ремиссии. А рак чего? Простата, если меня память не изменяет. Ну, это обычная, в общем, необычная, нередко встречающаяся у мужчин определенного возраста, определенного образа жизни заболевания. Причем сам Патришев ведет очень аскетический образ жизни. То есть он этим скрепом соответствует, сторонником и пропагандистом коих является. У него все как раз нормально. То есть он гораздо был здоровее Путина. Хотя формально старше фактически они одного возраста были. Друзья, спасибо большое, что остались на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Городон, гостях у Гордона. Подписывайтесь, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Валерия Соловьяна, все его социальные сети. Ссылки вы найдете здесь, ниже в описании. Ставьте как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой. Валерий Дмитриевич, хочу поговорить немножко о других событиях, которые связаны с инаугурацией. Ну вот, например, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Мария Певчих и ее коллеги сделали очередное расследование вместе с созданием проект относительно строящейся резиденции тайного дворца Владимира Путина в Геленджике. И оказалось, что оно все уже построено. Есть там аквадискотека, есть там закрытый тир, огромное хоккейное какое-то пространство, комплекс, ну и, конечно же, люстры по 50 миллионов рублей. Все это обходится России в миллиарды и в миллиарды рублей, если не долларов, да? Но самый ключевой вопрос к вам. А Путин и его вот эти вот сотоварищи, двойник этот Путин и его сотоварищи, испугались, что в очередной раз спустя три года кто-то залез, снова пофотографировал, снова все снял, снова получил новые планы и спокойно это все дело выложил? Нет, это никого не пугает и никого не занимает. Более того, это делается вполне намеренно, но намеренно не в том смысле, чтобы там запустить дезинформацию. Нет, намеренно совсем в другом смысле. Это освоение бюджета. Ведь сначала было построено здание, потом оно было доведено до уровня интерьеров, потом все интерьеры пришлось отдирать, потому что там грибок завелся. И понимаете, под все это дело бизнесмены скидывались деньгами. Но это же просто золотое дно, золотое дно. Вот сейчас, значит, они там его довели якобы до лума, потом могут снова все разрушить внутри. Это вообще не проблема. Ну, кстати, вот вы сказали разрушить, а ведь действительно тогда, три года назад, когда появилась эта информация, я уже не знаю, кто Путин или кто другой, дали распоряжение, чтобы перестраивать, переформатировать все это здание, перестроить его, стены заново там поменять, условно покрасить их или разрушить, потому что искали жучки, прослушивающие другие устройства, другую аппаратуру. Сейчас тоже будет дано, как вы думаете, задание вне, перестроить. Я все знаю, что будет дано. Это на самом деле никакого значения не имеет. Разоблачение никого в российской власти не трогает. Общество они тоже никак не задевают. Это людям интересно посмотреть. Но людей всегда интересует, как живут богатые и сильные мира сего. Вне зависимости от того, кто ты политик, футболист, поп-звезда. Это всегда интересно. Более ничего. Кто же проник? А? Кто же проник? Нет, никто жить вообще не будет. Никто не собирается там жить. Нет, кто проник в это здание? Я не знаю, понятия не имею. Допускаю, что намеренно информация была слита. Это вполне реально. Знаете, когда что-то хотят скрыть, поверьте, это очень хорошо скрывают. Это очень хорошо. В России это умеют. Не стоит думать, что если в деле задействованы десятки и сотни людей, информация просочится. Нет, потому что люди знают, что ты можешь внезапно скончаться. И что ты находишься под контролем. И этот контроль реально осуществляется в Российской Федерации. Всё, что вы говорите дома, где бы вы ни говорили, об этом всё знают. Поэтому вы даже родным и близким не заикнётесь ни о чём. Ну вот у Сталина, вы знаете, это прекрасно, была аэрофобия. Он тоже строил подобные резиденции. Ему строили зелёного цвета, правда, для того, чтобы они сливались с окружающей средой. Путин тоже строит, правда, серого. И мы видим, что в ряде регионов России действительно у него резиденции серого цвета. Такие сероватые чуть-чуть. Но у Сталина была аэрофобия. Он переходил ночью из комнаты в комнату, потому что боялся находиться в каком-то большом помещении. Каждый божий день он менял. Путин чего-то боится? Потому что я тоже заметил, у него огромное количество комнат постоянно во всех его резиденциях. А покойник, да, он очень боялся. Он пытался играть мачо, изображать. На самом деле, как мне сказали, человеком он... Ну, рассказывали люди, которые его очень неплохо знали, близко общались с ним. Он был довольно робким. И вот это, вы знаете прекрасно, что нарочитая брутальность, вот нарочитая брутальность, вот этот мачизм, это очень часто компенсация глубоких внутренних комплексов. В данном случае так и было. Да, он боялся. Он боялся покушения. Он очень боялся покушения. Он очень боялся того, что его обманут, что им манипулируют. И благодаря этому знанию им манипулировали. То есть, ну, помните, на всякую хитрую найдётся там, значит, с левой резьбой. Ну, вот что-то в таком духе. Им переманипулировали. Да, то есть, он очень боялся манипулирования. И благодаря этому на него влияли. То есть, создавали ситуацию, при которой он подумал, что на него пытаются повлиять в определённом направлении. Принимал прямо противоположные решения, в котором и были заинтересованы те люди, которые создавали эту ситуацию. Вот интересно. Я посмотрел список этих профессий, список людей, которые находятся или должны находиться на территории резиденции Тайного дворца Путина. 12 работниц, уборщиц, отдельно прачки, отдельно 20 слишком садовников. Но меня удивило вот что. Специалист-герпетолог. Это натуралист, врач, который изучает и лечит змей, жаб, ящериц. Один человек. Я не могу понять, зачем он там? К чему такой интерес к герпетологам? Я не знаю. Возможно, потому что в тех краях встречаются змеи и какие-то присмыкающиеся. Вот в этом вызвано наличие такой вакансии в штатном расписании. Вполне возможно. Я не слышал, чтобы покойник питал какие-то симпатии к змее. Ничего подобного, по-моему, не было у него никогда. Ну, тогда еще одна новость, которая на этой неделе промелькнула, как раз перед инаугурацией. Вы, наверное, слышали и читали, что друг покойного, премьер-министра Италии, Сильвью Эльберус Конни, сенатор от его партии и вперед Италия, Фабрицо Чикитто. Вот я читаю сейчас, что правильно все произнести. В 2013 году он рассказывал, что была эта встреча. Приглашал Путин в Берус Конни, они пошли на охоту. Берус Конни якобы до этого никогда не ходил на охоту, не стрелял в животных. Путин ему вручил ружье. Тот отказался стрелять. Путин выстрелил в оленя. Потом пришел, четвертовал его, вытащил сердце. Положили это сердце на поднос. Путин попросил приготовить это все дело. Но Берус Конни вырвал. И потом рассказал всю эту историю своему другу-сенатору. И, конечно же, меня интересует, действительно ли Путин участвовал, тот старый Путин, в этих всех странных таких охотах, скажем так, четвертовал ли он животных. Была ли у него такая тяга к подобным вещам? Да, я обратил внимание на этот эпизод, и он мне показался, честно говоря, неправдоподобным. Почему? Потому что, насколько мне известно, сам Путин таких вещей не делал. Это сам Путин. Это могли там егеря сделать, люди, которым ему помогали. Да, он мог, допустим, во время обрядов, когда проводили в тайге оккультные обряды с шаманами, он мог пригубить кровь. Он пригубливал, это правда. Но вот чтобы самому так четвертовать, полосовать, я не слышал. Ну, я думаю, что я постараюсь расспросить людей, которые лучше меня осведомлены о таких вещах, что они скажут. А зачем он ходил к шаманам? И продолжает ходить уже новый, кстати, товарищ. Вы знаете, новый, он только в храм заходил. А старый, он был очень суеверным, человеком. Знаете, он всерьез полагал, ну, не исключал, я уж не берусь судить, насколько серьезно, что в Киеве хранится Грааль. Ему несколько раз в аналитических записках докладывалось, что по некоторым предположениям Грааль оказался в Киево-Печерской лавре. Ну, там указывалась собственно не Киево-Печерская лавра, а в подземельях под Киевом. И это, кстати, было одним из мотивов, одним из мотивов, которые обуславливали его политику по отношению к Украине, потому что было глубоко личное дело, глубоко личное. Это никак не связано с пресловутым украинским нацизмом, бандеровцами, нет. Там было очень-очень много личного. Ну, и, значит, вот вообще очень суеверный человек в эти вещи он верил. Это первое. Второе. Понимаете, ведь власть на него свалилась фактически чудом. Чтобы они показывали какие-то фильмы, никто не мог вообразить, в первую очередь он сам, что ООН сможет встать во главе России. Для него максимум мое мечтание это было кресло директора Газпрома, главы Газпрома. Что еще надо для того, чтобы жизнь удалась? И вот представьте себе, он становится президентом. Его друзья, которые, в общем, тоже ничего особого в жизни своей не добились. Ну, так, средний уровень. Я бы сказал, средняя постсоветская буржуазия. А один там вообще в тренировочных шароварах крышевал ларечки в Петербурге. И вот на вас все это свалилось. Вам надо с этим научиться жить, осмыслить, почему это произошло. Рационально, то есть признать, что на меня свалилось такое счастье. Знаете, как там птичка покакала, это была хорошая примета, я разбогател. Или я вечером не свистел, я в доме не свистел, а вечером не выносил бусор. Вот секрет. Нет, надо же как-то объяснить. Объяснить, это значит внутренняя потребность в том, что ты избран, для чего ты великого. Объяснить это рационально невозможно. Значит, вы ищете объяснение на оккультно-мистических путях. Он стал искать, он обращался к разного рода старцам, разного рода предсказателям, к шаманам. И ему один раз очень повезло. Это удивительная совершенно история, но она обусловила его тягу к таким оккультно-мистическим сюжетам и к поиску таких людей. Его свели с человеком, который действительно мог предсказывать будущее со стопроцентной точностью. Поначалу, когда ему этого человека порекомендовали, он отнесся со скепсисом, но потом он с удивлением обнаружил, что всё то, что этот человек говорит о будущем, сбывается, он стал обращаться к нему по меньшей мере раз в неделю, порою два раза в неделю. И это продолжалось с 2003 по 2006 или 2007 год. Обратите внимание, это пик удачливости Путина, удачливости, везения, когда казалось, что всё к нему в руки так и прёт. Во многом, если не в первую очередь, это было следствием вот этих предсказаний. Я интересовался, я знаю, что это за человек, его нет живых, он скончался в силу естественных причин, то есть, его никто не убил. Мне сказали, что никакого объяснения мы дать не можем. Его не существует на путях к современной науке. Наверное, оно есть, и вполне рациональное, вполне научное. Мы просто не знаем. Что-то мне там объясняли, как это связано было с квантовой, ну, в рамках там квантовой механики. Это, говорит, вот такой под... И после этого, вот после этого пика удачливости на протяжении нескольких лет, он думал, что он может найти альтернативу. Замена. И его царедворцы, они ему стали эту замену искать. Один, кстати, вот его кума украинский, он привозил шамана из Амазонии. Это сейчас я вам скажу, было в 19-м году. Медведчук. Да. Значит, шамана проинструктировали, что он должен сказать вождю, и кто должен стать будущим президентом Украины. Естественно, вождь не очень... Ну, со скепсисом уже. Значит, и Сурков к нему привозил, Шойгову возил в Сибирь. Каждый раз, когда они летали в Сибирь, в Туурию, в Хакасию, они встречались с шаманами. Но эти шаманы, это бывшие партийные и профсоюзные работники. Они просто переквалифицировались. Там были оккультисты, некоторых я даже знаю по именам, я их просто не буду называть. Там происходили совершенно фантастические... Он искал, он постоянно находился в поиске. И вот, опять же, не хочу сказать, что шаманы сыграли роковую роль, но за две недели или за декаду до начала так называемой специальной военной операции ему, значит, совершили обряд. Прилетели шаманы, что вы совершили обряд. Уже не в тайге, он плохо себя чувствовал, уже летать не мог далеко. Ему было очень тяжело. Рак развивался и, в общем, довольно успешно развивался. они ему обещали и грандиозную победу, и великую славу властителя всего мира. Когда всё это не оправдалось, головы этих шаманов были найдены у тех домов, где они жили. Естественно, Сергей Кожугетович Шойгу испытывал... Вы понимаете, какие эмоции. Он же вместе с ним ходил. Декапитацию вряд ли бы с ним сделали, то есть голову вряд ли бы, но богатырское сердце могло не выдержать. Он там под богом ходил, что называется. Понял вдруг, что это... А ему обещали, что они сожгли, сейчас вам скажу, орла сожгли, или какую-то... Я уже не помню. Они там, по-моему, даже двух животных принесли в жертву. Значит, увидели вот в этом облаке дыма орла. Значит, орёл – это власть. Емская, вот, ты начнёшь власть над всем миром. Ну, понятно, что в этом деле был крайне заинтересован Шойгу. Понятно. Путин ему несколько раз говорил, что, мол, если ты станешь маршалом победы, я тебя сделаю своим преемником. Я не хочу сказать, что, если бы этого не было, операция против Украины не началась. Она уже была предрешена. Она была предрешена уже в декабре 21-го года. Я об этом публично говорил и называл сроки. Но это придало Путину, я бы сказал, дополнительной дерзости. И он изменил план операции. Это очень важно. Он полностью отказался от плана, который разработал Валерий Герасимов. то план был совершенно построен на иных предпосылах, как и иных принципах. Он не предполагал наземного вторжения в Украину. Он предполагал нанесение ударов на протяжении трех недель. Трех-четырех недель. Вот все то, что потом развивалось на протяжении лет, энергетическая инфраструктура, прочее, все это планировали, имея довольно большой запас ракеты, бомбы, всего-всего, сделать в течение, вложиться в 3-4 недели, а потом посмотреть на реакцию Украины. Вот Путин сказал, нет, мы сразу со всех направлений, будет грандиозная победа, Киев через трое суток окажется у моих ног, может, гопак плясать и не будут, но хлебом солью точно встретят. Благодарные украинцы. Вот это, видимо, сыграло против него, то есть сформировало облегченное восприятие того, что может произойти. Хотя тот же Патрушев, он говорил, он был противником, не надо, не надо, мы не готовы, это все будет непросто. Герасимов тоже был не в восторге. Почему Герасимов боялся наземной операции? Он знал, к чему это может привести. Он боялся. Вот сейчас стали размахивать ядерной дубинкой. Вытащили штанов и стали размахивать ядерной дубинкой и рассказывать, что будут сейчас проводить учения с применением тактического ядерного вооружения. Чего бояться и почему такое решение было принято? Это пока все словесная риторика. Это вербальные аргументы. В реальности решения применения тактического ядерного оружия нет. При Путине эта вероятность была гораздо выше. Я могу вам сказать, что в конце марта, где-то в конце или в середине марта, когда шли стамбульские переговоры, все висело на волоске, что было отдано распоряжение готовиться к использованию тактического ядерного оружия с тем, чтобы снабдить переговорщиков дополнительными аргументами. На волоске висело, Александр. Это очень важно понимать. Там чудом удалось остановить это. Просто чудом. Причем там были люди, которые это останавливали, они пострадали. Они лишились своих должностей, я знаю. Но, тем не менее, они спасли, я думаю, не только Украину, возможно, и мир спасли. Европу, по крайней мере, они спасли. Сейчас риски на самом деле ниже. Риски ниже. Потому, что Патрушев он не сторонник. Ядерный чемоданчик контролируется Патрушев. Он не сторонник использования ядерного оружия. Все члены Политбюро тоже не сторонники. Понимаете, ну, вот, одно дело Путин, тяжело больной человек. И вот это типичное, ну, я думаю, врачи согласятся, они много, чего на все еще отговорили, вот к состоянию ракового больного, который знает, что он уходит. я ухожу, а мир остается. Ну, как же так? Может быть, унести его с собой в конце концов. Нет, эти люди настроены иначе, понимаете? Они не хотят оказаться ни в раю, ни в подземных убежищах, там, в Ямантау или в Горном Алтае, где основное убежище, вот, относительно недалеко от Китая. Там основное убежище, но их несколько. Они не хотят там вообще быть, жить там месяцами, годами. Ну, зачем это? Поэтому риск, естественно, есть, потому что тяжелая, ожесточенная конфронтация, вмешиваются постоянные дополнительные элементы. Но пока это, по счастью, для нас риторика. Риторика. Другое дело, что всегда существует, вы понимаете, возможность непредвиденного развития ситуации. Вот этого забывать нельзя. Я могу сказать, что рассматривалось в качестве мишени. Мосты через Днепр рассматривались в качестве мишеней. И пустынные части Херсонской и Николаевской областей. Там, вы знаете, есть фактически пустыня на территории Украины. Вот это рассматривалось в качестве возможных мишеней для использования тактической ядерного оружия. Валерий Дмитриевич, у Евгения Васильевича ныне Путина уже, у него есть какие-то болезни, связанные с извращениями. Вот он любит какие-то извращения, к чему-то тяготит. Нет, не говорю, что на сей счет он вполне себе нормальный мужчина. Нормальный. Кстати, говорят, вот в своей прошлой жизни он был довольно любвеобилен, и он автомобилист, он поклонник советского автопрома. Ну, кстати, интересно, он же из Беларуси, Евгений Васильевич. И вот интересно, действительно, ненавидит ли он, как и старый, Путин Лукашенко, хочет ли он его прикончить? Я не думаю, что он вообще мыслит в этих категориях, понимаете? А Лукашенко знает, с кем он общается? Да, прекрасно знает. Он прекрасно знает. Поэтому он смотрит, как солдат на вошь. Но, понимаете, вопрос уже он решает не с двойником, он решает с Патрушевым. А Патрушев недолюбливает Лукашенко. Они все его недолюбливали. Это Лукашенко мог влиять на того, покойного Путина. Тот испытывал по отношению к нему, знаете, такие странные чувства. С одной стороны он смеялся над ним, называл колхозником, я говорил, картофельным лосем называл, он такое прозвище дал. А с другой стороны Лукашенко его вводил вокруг пальца постоянно. Он как-то расплывался, верил его обещаниям, говорил, Владимир Владимирович, да мы же с вами плечом к плечу стоим против всего мира. На кого же вы? И тот говорит, ну да, еще кредит дадим тогда. Еще дадим кредит. И сколько раз окружение Путина надеяло, что он сейчас возьмет его за глотку, этого картофельного лося, что это всем ужасно надоело. Что Лукашенко, знаете, вот с этой своей колхозной хитростью, он крем вокруг пальца вводил много-много лет, десятки лет. но Путин никак не решал спокойник. Вот те, кто сейчас, им просто не до Лукашенко сейчас, понимаете? Им не до Лукашенко. Сейчас идет битва за Кремль, не за Донбасс, очень важно понимать, чтобы вы поняли, Александр, и чтобы вы поняли зрители, они вообще не обсуждают конфронтацию с Украиной. Их интересует только одно, что будет с властью в России. Если очень коротко, несколько минут до конца эфира, а что происходит сейчас с Кабаевой? Да ничего, значит, после паузы она обрела счастье в личной жизни, у нее там фаворит офицер ФСО, говорят, дети покойного его чуть ли не папой называют, и все хорошо, все хорошо.